Приветствую вас и из описанного можно сделать вывод только в том, что мужчина к вам не безразличен. У него есть определенные чувства, но ему не позволяет социальная среда, какие-то свои убеждения, какие-то внутренние блоки, может быть предрассудки, проявить к вам чувства, и он это делает в такой полной смешке, то есть как полной смешке. Он проявляет свои чувства к вам специально на публику, чтобы это не выглядело серьезно, чтобы всерьез это никто не воспринимал, и тогда ему будет с одной стороны проще перед самим собой, потому что он выразил эмоции к вам, он выразил чувства, и уже ваши проблемы, чтобы вы их не восприняли, да? И с другой стороны он не покажет вам откровенно свои чувства, потому что это для него, ну, выглядит как слабость в данном случае, так по крайней мере получается исходя из вот вашего письма. И поэтому ответ на вопрос, что это было, намек или комплимент, я бы сказал, что это, ой, намек или насмечка, прошу прощения, а я бы сказал, что это в большей степени намек, чем насмечка, потому что, ну, реально, чтобы насмехаться над человеком, ну, все-таки, нужно немножко другое, когда люди стремятся, преследуют цель именно посмеяться над другим человеком, то они используют такие категории, такие термины, такие слухоманы, которые в большей степени заденут человек. А здесь вам поступит делать комплимент, здесь говорится о том, что хотели бы с вами докрутить роман, но не могут потому-то, 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 потому-то. Хотя знают все люди, что любви и все возрасты покорны, здесь прямой намек на отношения, на желание этих отношений начать. Но, вторая фраза о том, что русские женщины самые красивые и фраза о том, что закрутил бы роман, вот именно закрутил, вот эти моменты намекают на то, что мужчины не испытывают к вам чувств духовных. Скорее всего, речь идет о желании вступить с вами в интимную связь, потому что это и русские женщины самые красивые, то есть, речь идет о внешности. И закрутил роман, это тоже именно закрутил, то есть, страсти, то есть, все это очень гурно. Здесь к эмоциям, к симпатии духовного плана отношения очень-очень слабые. Так как на внешнюю сторону, на любовь плоскую, роман обращаются гораздо больше. То есть, мужчина хочет, хотел бы с вами вступить в интимную связь, вы его привлекаете, но он для себя по какой-то мужчине не видит возможности это сделать. Обращает свое желание и поэтому вот так вот он проявляет себя. Да, таким образом. То есть, можно с уверенностью сказать о том, что мужчина, наверное, даже сам не знает, что это намек или насмечка, но в этом больше намека. В этом больше намека и это говорит о неуверенности в себе самого мужчины. Скорее, по крайней мере, мне так видится, тогда как вы, в данном случае, вот именно вы, выступаете как его объект, как объект его притязания, объект его желания. При том, при том, что он не считает, вот что вы можете обратить на него внимание, что вы для него, что вы его на него обратите, что вы как-то вот считаете его привлекательным. И отсюда такая вот реакция. Дальше. Есть ли разница между фразой, если бы я был постарше и если бы ты была помладше? Конечно, есть. Эта разница заключается в том, что если человек говорит, что я был бы помладше или постарше, он видит проблему в себе. Если человек говорит, что кто-то был бы помладше или постарше, человек видит проблему в другом. И он как бы сравнивает другого с собой, тем самым проявляя эгоцентрирование. То есть, ты недостаточно там хорош. Для меня ты недостаточно там обещаешь моим требованиям, допустим, и по сравнению со мной, и ты мне не подходит. Это вот эгоцентрирован в узком смысле. А тогда как человек говорит, что если бы я был постарше, то получается, что он сам в себе, вот, в своих собственных глазах не отвечает каким-то требованиям личным, своим. И это, конечно, совсем другое. Это может быть как стимул человека для саморазвития. Это как свидетельство его критического мышления по отношению к себе. Это, может быть, какие-то комплексы, может быть, неуверенность в себе и прочее. То есть, тут меньше уверенности в себе, отсутствие эгоцентритма как-нибудь такового, и в большей степени ориентирования на хотя бы воображаемое развитие, воображаемый прогресс, что, в принципе, человек окрасит. То есть, когда человек говорит, что если бы я был постарше, он видит проблему в себе, я там сажаю, что человек не склонен обвинять других в своих проблемах. Тогда человек говорит, что если бы кто-то другой, это значит, что он всех людей, по крайней мере, того, о ком он говорит, он видит через прямую себя. То есть, через приступ своих каких-то требований и требований. И это означает, что человек откровенно, по мнению того, кто так считает, не дотягивает до его плавки, до его уровня, до его требований и так далее. Ну а выводы из этого вам, соответствующие, думаю, делать не все можно только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, делайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен.